Я перестану винить своих детей в том, что я ворчу. Моя задача — иметь правильное отношение. Это не задача моей жены. Это не задача пастора. Это ваша задача. Скажите, моя радость — моя задача. Скажите, моя страсть — моя задача. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Скажите, в этом году я буду. Я хочу, чтобы вы открыли Первое Царство, глава 17. Можете пошуметь? Если был бы в Библии такой человек, который жил по этому принципу, по принципу «я буду», то это Давид. Давид не был совершенным человеком, но он был человеком действий. Он говорил, «Я не буду сидеть и смотреть, как другие участвуют в Божьем плане. Я буду делать то, к чему Бог призвал меня». Если вы хотите быть человеком дела, то должны перестать жить ради одобрения других. Вы не должны переживать о том, что думают другие. Я неспроста поставил фото с парнем, бегущим вверх по лестнице. Люди не бегают вверх по лестнице ради удовольствия. Люди не делают это, потому что им нравится. Никто не пробегает 2000 ступеней на стадионе, 40 раз вверх и 40 раз вниз, потому что это весело. Они делают это, потому что хотят стать сильнее, потому что хотят дисциплинировать себя, потому что хотят стать здоровее, потому что хотят быть в форме, потому что это необходимо для исполнения призвания. Вы должны делать то, что не приносит вам комфорта. Вы должны делать то, что не делали никогда. Если хотите увидеть то, что не видели никогда, Да? В этом году у вас могут быть разные цели. Это может быть год, когда вы придете в форму, когда вы закончите школу, когда вы исполните мечту своего сердца. Это может быть год, когда вы женитесь на том, на ком хотели жениться. Это может быть, когда вы бросите глупую зависимость. Это может быть ваш год. Да, вы говорите, а кто примет это решение? Бог хочет, чтобы это был твой год. Нет, Бог говорит, выбор за вами. Бог не может сделать выбор за вас, потому что этот год был успешен, чтобы вы приходили постоянно. Для этого необходимо, чтобы вы приняли решение. Итак, мы видим великана по имени Голиаф. Он сказал, я выйду на бой с кем-то, если я убью его, то все израильтяне станут нашими рабами. Но если он убьет меня, то филистимляне станут рабами израильтян. Намечался бой, но никто не хотел выйти на него. Давид видел, что все боялись. Тогда он сказал Саулу, не переживай, я выйду на бой с филистимлянином. Давид говорит о себе в третьем лице. Он говорит, раб твой, то есть я, я пойду на бой с Голиафом. Саул посмотрел на него и сказал, ты не можешь. Посмотрите на 33 стих. Саул сказал, не можешь. Ты слишком мал, слишком юн. Всегда будет кто-то, кто на ваше, я буду, скажет, ты не можешь. Как только вы скажете, я буду, в вашем сердце прозвучит голос, который обвинит вас. Часто этот голос врага внутри. Это голос, который говорит, Пол, ты не подходишь для этого. Пол, ты недостаточно силен. У тебя нет генов, чтобы это сделать. Ты не из этой семьи. Ты недостаточно умен. Всегда будет кто-то, кто скажет, ты не можешь. И если вы будете слушать этот голос, то не будете исполнять волю, которую Бог дал вам. Хотите, чтобы этот год был удивительным? Перестаньте слушать голоса. Говорящие ты не можешь. Перестаньте слушать голоса, говорящие. Когда-нибудь, когда погода будет хорошей, когда условия будут идеальными, когда-нибудь я разберусь с этой зависимостью, напишу книгу, вернусь в колледж. Когда-нибудь я возьмусь за ту сферу жизни, о которой мне говорит Бог. Я легко отвлекаюсь. Так было у всех в моей семье. Вы можете разрушить дух прокрастинации. Вы можете освободиться от него и стать человеком дела. Давид посмотрел на Саула и услышал. Ты не можешь, он сказал. Ты не знаешь меня. Мне нравится его уверенность. Кто-то считает это надменностью, но Давид был просто уверен. Он сказал, ты должен знать, что я с детства был человеком дела. Он говорит, я следил за овцами отца, потому что это было весело. В дождливые дни я следил за овцами. Когда братья гуляли дома, я следил за овцами отца. Я был уверен, некоторые из нас верны Нетфликсу. Мы смотрим его каждую неделю. Мы верны ApeCN. Мы записываем в календарь, чтобы не пропустить конкретные игры. Но когда мы попадаем на небеса, все это не будет иметь значения. Все, что вы знаете о Джеймсе Леброне, все его достижения, и он не лучший. Знаете, кто самый лучший? Это Майкл Джордан. И это факт. Проблема в том, что мы многое знаем о том, что не имеет значения вечности. Пора быть верным в том, что важно. Пора взяться за свою жизнь. Станьте человеком, который скажет «Я буду», чтобы увидеть успех в конкретных сферах. Давид говорит, «Я следил за овцами отца и был верен. Я приходил и работал. А когда приходил медведь или лев, я гнался за ними и убивал их. Я не позволял им воровать овец отца. Я был верен. Я следил за овцами, которые были со мной. И вот Давид пошел и убил великана. Он сделал, что сказал. Если вы хотите быть человеком, говорящим «Я буду», вы должны перестать придумывать оправдания. Многие из нас винят в своем поведении, своих родителей, бабушку с дедушкой, детей, начальника и других. Хватит придумывать оправдания в тех сферах, над которыми вам нужно работать. Скажите, «Все начинается с меня». В этом году я возьму ответственность. В этом году я буду ответственен за свое отношение. Я перестану винить своих детей в том, что я ворчу. Это моя задача — иметь правильное отношение. Это не задача моей жены. Это задача даже не пастора. Это ваша задача. Скажите, «Моя радость» — моя задача. Скажите, «Моя страсть» — это моя задача. Моя страсть — моя задача. Многие из нас делегируют страсть жизни Тони Роббинсу. Мы делегируем свою радость и мотивацию проповедникам на Инстаграм. Настало время взять ответственность, чтобы ежедневно мотивировать себя на поиски Бога, на разрушение плохих привычек. Хватит говорить, «Когда-нибудь я наконец-то сделаю то, что должен». Нет. Сделай это сегодня. Сегодня это сделай. Этот день сотворил Господь. И я буду. Скажите, «Я буду». «Я буду радоваться». «Буду радоваться». «Я буду слушать». «Буду читать Библию». «Буду молиться». «Я не буду жалеть себя». Иакова, глава 1, стих 22. В переводе «Месседж» звучит так. «Не обманывайтесь». Думаю, что вы слушатель, когда вы не являетесь таковым, впуская слово в одно ухо и выпуская через другое. «Действуйте согласно тому, что слышите». Это год действий. Год действий. Год «Я буду». Там сказано, «Тот, кто слушает, но не исполняет, похож на человека, который, посмотрев в зеркало, отошел и через две минуты представляет, кто он и как выглядит». Что такое явленный совет Божий? Это слово Божие, которое есть у нас. Многие из нас ждут скрытой воли Божьей. «Хочет ли Бог, чтобы я женился на этом человеке? Хочет ли Бог, чтобы я пошел на эту работу? Хочет ли Бог, чтобы я занимался этим?» Но мы даже не разобрались с явленной волей Божьей. Если вы начнете применять явленную волю Божью, то скрытая воля начнется проявляться. И Иаков говорит, «Начните поступать согласно тому, что вы читали, что вы слышали. Вы слышали достаточно проповедей». И Иаков говорит, «Если кто-то начнет применять Слово Божье, не распыляясь и не отвлекаясь, мы живем в обществе отвлечения». Но Иаков говорит, что если вы будете людьми дела, когда вопрос касается Божьего Слова, то вы обретете радость и подтверждение в своих словах. Ваше «Я буду» меняет не только вашу жизнь. Если оно разрушает зависимость, то освобождает других. Ваше решение написать книгу может освободить множество людей. Вы можете исполнить свою мечту, закончить проект и помочь множеству людей. Иисус говорит в Матфея, глава 25, стих 14, что Царство Божье похоже на богатого человека, который собрал всех своих слуг. Он сказал им, «Я отправляюсь в путешествие и доверяю вам свое имение». Он раздал этим людям свое имущество не для того, чтобы они разрушили его, но позаботились о нем. В его представлении это означало преумножение. Бог не оставил нас на земле, чтобы поддерживать, но чтобы умножать. Поддержание — это не воля Божья для вас. Я знаю, что это жестко, но так говорит Библия. И так это похоже на человека, который, отправляясь в путешествие, призвал своих слуг. Посмотрите на 15 стих. Одному он дал пять, другому два, а третьему один. Вы можете сказать, «Это не честно, у меня только один, а у моих друзей пять». не вам решать, что вам дадут, но вам решать, что делать с тем, что дали вам. Есть люди, которые дали пять талантов, но они не делают ничего. Есть люди, которым дали один талант, и они умножали его. И теперь они во главе над тем, кому дали пять талантов, потому что у него не было самоконтроля, и он не умножал свой дар. Если вы будете умножать свой дар из года в год, то вы получите еще больше даров, талантов и ответственностей. Кстати, у плода дара умножения больше ответственности. И тут вы подумали, «Не уверен, что хочу этого». Это благословение, прирост. Итак, одному он дал пять мешков золота, он пошел и умножил их. Второму он дал два мешка, тот тоже пошел и приумножил, а последнему он дал один мешок. Тот пошел в Ирл-Яму и закопал талант. Господин вернулся и сказал, «Что вы сделали с тем, что я дал вам?» «Что вы сделали с этим?» Первый сказал, «Я пошел и приумножил, вот оно». Второй сказал, «Я пошел и приумножил, вот оно». Господин сказал, «Хорошо. Добрые и верные слуги». Он не сказал, «Вот молодцы». Вы прыгнули выше себя. Я не могу поверить в это. Нет. Он сказал, «Вы сделали то, о чем я просил вас». Вы были верны. Иными словами, он ожидал умножения. Это не было выше их головы. Он просто сделал то, что он ожидал. «Вы получите больше. Разделите мою радость. Остался лишь тот, у которого был один талант. Он сказал, «Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сел, и собираешь, где не рассыпал». И я испугался. Он испугался. Это мешает людям жить делом. Они говорят, «Я испугался». Я остановился, потому что испугался. Страх остановил этого человека. Иисус сказал, «Возьмите его талант и отдайте тем, кто умножил». Всегда будут причины сказать, «Я не могу, я не хочу». Но я хочу сказать вам, если вы хотите быть человеком дела, то вы должны двигаться вперед, несмотря на свои чувства, на свой страх и одобрение людей. Пора жить ради славы Божьей. Хватит жить ради того, что приятно. Пора жить ради того, что хорошо для вас. Чему Бог призывал вас? У возможности есть срок действия. Я никогда не забуду, как близкий друг сказал мне, «Пол, тебе пора взяться за Эшли, потому что она не будет сидеть и ждать. Она не может просто сидеть. Она женщина дел. Если ты хочешь встречаться с ней и жениться на ней, иди за ней». Мой друг был прав. Я пришел к Эшли и сказал, «Слушай, а как насчет того, чтобы мы с тобой чаще гуляли?» И она ответила, «Ты имеешь в виду переход к серьезным отношениям?» «Ну, посмотрим». А она сказала, «Нет, я хочу знать, что ты хочешь». «Ого, ни одна женщина не говорила мне такого». «Чего ты хочешь, Пол? Каковы твои намерения?» «Я не знаю». «Я думал, что мы узнаем друг друга получше, и тогда посмотрим». «Нет, какими ты видишь эти отношения?» «Эй?» «Ну, есть такой вариант, возможно?» «Для меня, конечно, это было трудно и непонятно». «Вполне вероятно, что это перерастет в нечто долгосрочное. Может быть, однажды, если на то будет воля Божья, все закончится свадьбой». Она сказала, «Хорошо». «Если ты так считаешь, что я хочу, чтобы ты перестал флиртовать с другими в колледже». Она сказала, «Я хочу, чтобы ты перестал переписываться с другими девушками в фейсбуке». Она сказала, «Я не буду для тебя вариантом». «Если ты настроен серьезно, то прими решение». «Да, ладно, Эшли. Я говорю об этом, потому что думаю, что пророчески Бог обращается к некоторым из вас сейчас». Библия говорит, что Христос вернется за невестой, которая будет сиять, будет посвящена верна и истинно. Верна. Верна. Хорошо, добрый и верный раб. Быть верным значит посвятить себя. Когда Орл Робертс построил университет, то сказал, «Я не был первым, кого Бог попросил это сделать. Я просто был первым, кто сказал, я сделаю». Были и другие. Бог сказал мне, что были другие люди, которые должны были построить христианский университет. Но они испугались. Они испугались того, что потерпят неудачу, не смогут собрать денег, что им не хватит способности возглавить университет. Орл сказал, «Я не был идеальным кандидатом. Я боролся с туберкулезом. Было молодым человеком. У меня не было научной степени, но я сказал, я буду». Скажите, я буду. Бог не ищет совершенства. Он ищет доступности. Кого-то, кто скажет, я буду. Иисус сказал, что каждый, кто захочет, может спастись. Последняя глава Библии говорит о желании. Откровение, глава 22, стих 17, говорит, «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Каждый желающий может прийти. Есфирь была такой девушкой, и поэтому царь женился на ней. Это удивительная история. И когда-нибудь мы посвятим ей целый цикл. Она приходит во дворец и становится царицей. Не потому, что она идеальна. Она была и с другой стороны. Меньшинством. В меньшинстве. Но она сказала, да. И Бог использовал ее. Она оказалась во дворце. Она обрела благосклонность царя. Я верю, что вы обретете благосклонность в этом году. Если скажете, я буду, я буду работать над тем проектом, к которому Бог призвал меня. Когда она была во дворце, ее дядя, Мардахей сказал ей, «Ты должна знать, что есть тайный план убить всех евреев». Есфирь, ты еврейка. Царь не знает, что случится. Это происходит прямо у него под носом. Но он не видит этого. Кто-то должен сказать ему, потому что он уничтожит свое будущее, свою жену. Но Исфирь говорит, «Я не буду, я не могу». «Ее не буду» блокировало. «Ее я буду». Посмотрите на 11 стих 4 главы. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван. Один суд. Смерть. «Только тот, кому простер царь, свой золотой скипетр останется жив». А я незванно к царю вот уже 30 дней. Она говорила, «Я не могу». Мордохей ответил ей, сказав, «Не думай, что ты спасешься в доме царском из всех иудеев». Если ты промолчишь в это время, то свободно, и избавление придет для иудеев. В 2019 году откроется новое окно возможностей. Это окно открыто. Бог говорит, «Давай». Мордохей говорит, «Ецфирь, не думай, что эта возможность будет открыта все время». Это уникальный шанс. Воспользуйся им. «Если ты промолчишь, Бог найдет другого». Если вы не придете, не станете тем, к чему вас призвал Бог, не начнете воплощать мечту, которую вам дал Бог. А затем Мордохей сказал, «А ты и дом отца твоего погибнете». И кто знает, не для такого ли времени ты и достигала достоинства царского. Все истории Библии о людях, которые сделали шаг вперед и сказали, «Я буду», они не были совершенны. Они просто сказали, «Я буду». Они начали двигаться. И Эцфирь думала и сказала, «Пусть все постятся и молятся за меня. Я буду искать Господа». Она знала, что она должна была сделать. Вы знаете, что должны сделать. Вы знаете это. Парень, который хочет быть в форме, идет по ступенькам. Каждый шаг, прогресс на пути к судьбе. Каждый раз, когда я ходил на уроки по пианино, я шел к своей судьбе. Каждый раз, когда я прихожу в церковь, изучаю Писание, открываю Библию, провожу время с детьми, я наставляю их. Вы говорите, «Пол, я пробовал, я прошел столько ступеней, но не увидел прорыва». Продолжайте идти. Я продолжаю шлепать детей, а они все равно не слушаются. Продолжайте шлепать. Это спорный совет. Согласен. Я продолжаю ходить в зал, но не сбросил вес. Я пытаюсь сидеть на диете, но мне тяжело. Я пытаюсь поститься, но мне хочется питься. Когда я учился играть на пианино, я играл, а потом рыдал. И мне не хотелось подниматься. И когда я проповедую, то даже сейчас я падаю, но мне не хочется подниматься. Совсем не хочется этого делать. Но Бог говорит, что если мы хотим видеть прогресс, то мы должны идти дальше, подниматься и еще раз подниматься и идти вперед. Бог говорит в притчах, что праведник упадет семь раз и поднимется. Хоть женщина и упадет семь раз, она поднимется. Исфере нужно было принять решение. Сказать «Я буду» или «Я не буду». И в последнем случае она бы упустила свой шанс спасти иудеев от геноцида. Ваше «Я буду» спасает не только вашу жизнь, но и жизни других. Это не просто меняет вашу жизнь. Ваше решение победить зависимость может освободить других людей. Ваше решение написать книгу может освободить множество других. Ваше решение закончить проект может помочь другим. Мир ждет, когда откроются сыновья и дочери Божьи. Но они открываются лишь тогда, когда скажут «Я буду». Исфере сказала, «Пойду к царю». Хотя это против закона. И если погибнуть, погибну. Но я пойду. Я пойду одна туда. Я погибну. Но я буду. Я надеюсь, что это послание стало одобрением для вас и напомнило, что Бог не закончил работать над вами. Настало время отказаться от оправданий, от обвинений. Пора взяться за то, к чему вас призвал Бог, и быть тем, кем вас создал Бог. В большинстве случаев мы уже знаем, что нам делать. Мы просто это не делаем. Мы просто откладываем это на завтра. Но я призываю вас применить это послание на практике. Сказать «В этом году я буду делать то, к чему призвал меня Бог». Я разрушу плохие привычки. Буду делать то, к чему меня призвал Бог. Я буду тем, кем Он создал меня. Вы можете делать это. У вас есть сила, чтобы сделать это. Вы не раб своих чувств, не раб своих слов. Примите это решение. Я приглашаю вас повторить следующую молитву со мной. Просто скажите, «Господь Иисус, в этом году я дамся Твоей воле, Твоему слову, Твоим путям. Я Твой, Боже. Помоги мне в этом году сделать то, к чему ты призвал меня, и быть тем, кем ты создал меня. Во имя Иисуса. Аминь». Я верю, что нет плохих привычек, зависимостей или невозможных проблем, с которыми нельзя справиться. С Христом вы получили победу. Помните об этом. Я люблю вас и молюсь за вас. Если вы будете в Талсе, приходите к нам в церковь. Я буду рад пожать вам руку. У нас много служений. Вы можете найти всю необходимую информацию на нашем сайте. Кроме того, вы можете смотреть наши прямые трансляции на сайте. Не забывайте, что ваши лучшие дни впереди. Эта передача вышла благодаря щедрым пожертвованиям наших партнеров и друзей.